всем привет 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 добро пожаловать на мой канал название видео прочитали да 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 я сегодня ходила делать красоту и сделала маникюр не по возрасту наверное надо сейчас похвастаться я прям даже слышу комментарии там там где-то за спиной уже звучат что в таком возрасте такие страшные ногти когти цвет не по возрасту хочу у вас узнать как вы определяете по возрасту маникюр или не по возрасту как вы определяете цвет лака покрытие сейчас не лак сейчас шелаки там всякие такое скажите пожалуйста как вы определяете цвет по возрасту значит там во сколько ногти начинают мать маникюр делать ну наверное лет в 16 уже да может сейчас уже и раньше вот 16 до скольки лет нужно маникюр такого цвета делать там от такого-то возраста до такого-то такого-то в моем возрасте мне через месяц будет 63 года моем возрасте какой нужно делать маникюр какого цвета и что делать если вам не хочется делать маникюр и вот я прям представляю сейчас там пишут нюдовые там дана и все такое напишите пожалуйста если вам не хочется делать нюдовый маникюр а хочется какой-нибудь яркий и хочется какого и какой-нибудь радости в жизни что вы делаете давите в себе это чувство нет нет ни за что нужно сделать пасмурный маникюр под пасмурную погоду и вот тогда будет все соответствовать и и настроение у меня будет еще хуже чем было показываю маникюр свой который сегодня сделала маникюр покажу педикюр показывать не буду как-нибудь увидите вот будет время в ноги показывать как-то наверно не очень а маникюр я вам сейчас покажу готовы давайте считаем до трех раз два три тогда смотрите какая у меня красота ой мне так нравится мне так поднимает настроение можно одевать джинсовую одежду такой маникюр будет как раз на улице солнце ярко голубое небо пронзительное у меня пронзительный голубой маникюр ну а теперь можете начинать писать что я такая сякая не по возрасту маникюр и так далее значит будете писать оскорбительные комментарии будете тут же заблокированы вот такое у меня радостное сегодня настроение но я уверена что у меня есть едино единомышленники и гораздо больше чем вот этих вот и вечно недовольных боящихся там лишний шаг ступить и думать о том что что у вас подумают платье не той длины и брюки не того фасона там футболка не футболка цвет волос и так далее вы живете для себя а не для кого-то поэтому делайте то что вы считаете нужным наша жизнь не такая уж длинная чтобы равняться на кого-то другого и делать так как считает 0 даже неважно большинство ли не большинство это ваша жизнь и вы ее проживаете вот что еще хочу сказать большинство нормальных людей большинство тех как моих видов единомышленников моих подписчиков большинство и я думаю что и мой маникюр понравится и они напишут что да молодец лена молодец я молодец потому что потому что мне нравится то что я делаю что хочу вам рассказать шла от маникюра от маникюрщицы или как-то неправильно говорить маникюрщи мастер ногтевого сервиса вот зашла в магазин так так или захотелось не рыбки жареной и я купила себе рыбку называется она лопу сейчас я вам покажу вот я ее сейчас пожарю она такая вот очень вкусненькая сладенькая еще купила ну вот тут сама тоже засолю быстро засолю потому что очень любят дети как приходится бабушка рыбки нет поэтому я сейчас ее засолю завтра ее можно будет уже есть и вообще она а буду солить по рецепту дениса вместе с коньяком есть на канале рецепт так что и кому кому интересно кто хочет посмотреть можете туда обращаться значит рыба дорогая этот турксомон дорогой по 200 до 280 лир килограмм у меня здесь 900 грамм небольшая маленькая вообще люблю который побольше там чем мясо нет вот и вот эту рыбку лаком я купила на на 160 лир ну чуть килограмм 150 лир чуть больше килограмма вот поэтому сегодня у меня на ужин рыб жареная даже без картошки вообще не хочу просто одной рыбки пожарю поем и все вот настя у меня там сейчас спит пока она спит надо засолю рыбку картину я вчера дорисовала вот эту вот у пруда и сегодня даже ее вручила ужеление но не сняла вам видео как я ее закончила закончила совсем окончательная уже отдала и поэтому ну вот будем уже у нее на стенке когда-нибудь пойдем в гости к ней и на стенке у нее и и посмотрим и начала другую но на такая простенькая но мне понравился сюжет и я решила что мне вот как раз нужен такой спокойно успокаивающий не расходимся с вами мы еще прощаться не буду еще там полдня впереди до полдня впереди на часы смотрю полдня впереди будем чем-нибудь заниматься с вами интересным полезным немножко про погоду лена смотрела за настей тут какое-то время приглядывала за ней пока я не пришла и гордил тебя замерзла у тебя очень холодно я говорю о мне жарко вот она готовится делаю у меня это ноги от пола замерзну конечно полосы до ноги мерзнут я вот так надо было кондиционер включить что-то я вот постеснялась там это про погоду ночью холодно ночью уже 13 14 градусов а днем матча шла градусов 26 наверное если не больше прям я это прошла быстрая прямые ужарилась вот поэтому хорошие деньки продолжаются но со следующей недели обобщают похолодание похолодание дождь правда один день вот вообще в анталии вот сколько я три зимы я здесь уже как бы постоянно нахожусь и до этого там зимой приезжала были дожди но не знаете один раз на моей памяти было что дня три наверно шел дождь вот дня три мы не могли с жосиком помощью чарлик был жив не могли выйти на улицу потому что лужу там тут выйдет быстренько 1 1 1 и и домой не любят по мокрому ходить не чарлик не жосик чарлик не любил жосик тоже вот поэтому тут не бывает таких дождей затяжных как вот там не знаю в подмосковье у нас дождь серость и слякость и может несколько недель и то и месяц целый и солнышко не видно здесь такого не бывает вот я говорю ну максимум там три-четыре дня все все это вот прям уже потолок это может быть даже там знаете не все время за небо затянут а вот накатила . дождик пошел потом разведнилось то не бывает такого что солнце совсем не было очень долго по несколько недель вот поэтому наслаждаемся и продолжаем наслаждаться хорошей погодой кто отдыхает кстати кто отдыхает хорошего отдыха кто еще собирается приехать в зимнюю анталию вам тоже буду будущем хорошего отдыха не отчаивайтесь погода продолжает быть хорошей не уверена что можно еще купаться в море ну эту неделю то еще можно будет купаться а вот следующую наверно уже вряд ли ну во всяком случае мне точно потому что когда там будет двадцать три-двадцать четыре градуса то может и ниже температура воды это уже не мое все надо делать настя что ты кушаешь вкусная бабушка тебя пожарила рыбка называется лаккум да у мамы мама тоже те рыбку готовит да и бабушка готовит и мама все готовят до вкусненько к смотри там аккуратнее чтоб косточки не попались смотришь внимательно рыбу засолила завтра будем пробовать рыбу пожарила видите сколько осталось настя села стала кушать потом пришел дымирчик но он сказал я не буду бабушка чем пахнет я говорю рыбу жарила он такой я грубоешь есть он нет ждал пока настя там оденется соберется вещи свои потом прибежал кирилл танец у стоит их во дворе ждет пока не тут находит бабушка чем у тебя так вкусно пахнет бедные дети приходят с этой школы голодные у них там есть завтрак есть обед есть ну типа полденько перекус ну я не знаю там может йогурт дают может фрукту какую-нибудь можешь какую печеньку в общем что то такое конечно там в пять пол шестого они уже голодные как голодные вот он призвучил рыба жареная грудата вкусно пахнет я думаю давай тебе с собой положу и я ему прям вот завернула в фольгу дала я думаю пока таня сейчас приедет пока ужин им приготовит пока то они хоть рыбки пойдет вот осталось 6 рыбок рыба вкусно мне это нравится еще раз говорю называется локум а вот она такая прям сладенькая вся но мы жестом конечно сходили погулять вы знаете не знаю что тут лена мерзла у меня ну конечно когда сидишь на одном месте конечно холодная ну да многие от пола мерзнут и все у меня вот прям жарко я вот тапочки скинула потому что не могу себе это сама и бегала сегодня ну сейчас собака ходила тоже тепло не холодно поэтому ну конечно если просто сидеть то прохладно а если что-то делаешь с вами разговариваю руки прям что-то делаю делаю делать настя буду разбирать вот я только сейчас заметила а вот такая внимательно прогулялась очень хорошая погода на прям вот такая замечательно сейчас покормлю животных и что что порисую буду рисовать вам покажу чего я буду рисовать потому что я думаю может быть кому-то это интересно чем рисуем настало время порисовать что я сегодня рисую вот я вот такую вот картину вот так вот она будет выглядеть как мои ногти гармонируют с картинкой но она мне не очень нравится знаете почему я люблю вот такие большие плоскости которые нужно закрашивать это больше похоже на малярные работы и цветов красок тут не так много вот видите я люблю когда вот много-много всего и получается что-то тогда оригинальное но у меня две картины вот эту я сделаю почему я выбрал эту потому что она мне гармонирует вот с картиной которая у меня вот там висит вот это и вот видите чашечка кофе вот так вот вот в одном стиле и я ее поэтому заказала такую порисую другую порисую а вторая у меня вот такая вот видите коты карты смотрят на луну и конечно же знаете что мне это напоминает котов ван гога ну конечно очень все далеко от оригинала и тоже видите большие большие плоскости видно вам чем тоже мне не очень хочется это рисовать ну как не хочется рисовать но особого восторга конечно я не испытываю бы люблю более такую мелкую скурпулезную работу усидчивую кто там стучится что ругаешься да ну извини извини ругается на меня так ладно порисую немножко еще картинку и потом покажу вам ну сколько примерно я за вечер рисую и потом может быть поищу на трендиол спрашивайте где заказу на трендиол у разных поставщиков цена примерно 1 такого такой картинки порядка 340 350 лир там 325 по-разному в общем около 1000 рублей 40 на 50 ладно порисую потом с вами позже встретимся думаю на сегодня мне пора закончить со своим художеством видите как получается такая интересный такой сюжет будет мне нравится то что я делаю ну просто просто нравится тем чем я занимаюсь тоже надо не увлекаться мы раньше когда 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 наверное таня была беременна еще демиром она приехала в россию мы с ней по вечерам она тоже увлекалась рисование по вечерам садились на кухне раскладывали картины эти рисовали чем-то чем-то говорили и так могли там всю ночь просидеть ну не всю ночь но допоздна уже когда глазки не смотрят и это ну короче главное вовремя остановиться во всем под главное восстановить остановиться вот такая вот у меня картиночка будет еще раз хочу вам показать видите некий лодочник плывет между я не знаю по мне так это материки какие-то интересные такое немножко сюжет успокаивающий я думаю может быть мне даже я эту картину повешу может быть в спальне может быть найду здесь на кухне для нее место или на кухне или в салоне где-то потому что она перекликается стоя с кофе но я вам мужа об этом говорила причем я не просто сижу рисую я я меня телевизор включен там как идет детектив знаете кстати я что смотрю некрасивая подружка не смотрели такой детектив двадцать третьего года фильм прошлого прошлогодний фильм такой интересный интересный ну я его не смотрю я бы слушаю вот и мне нравится и даже не знаю кто играет потому что голоса руки неизвестные артисты вот сижу рисует ну короче надо заканчивать уже язык заплетается глазки не видят завтра у меня по плану отдых ну как знаете вот обычно по плану то не утоня спрашиваю что там завтра там настя ты поработаешь у тебя на занято или что вот она говорит нет ты буду дома никуда не планирую это вот она не понятна завтра с утра и кто не позвонит в девять о том что раньше скажет нужно срочно в офис ехать что-нибудь там какие-то вопросы решать вот а я поэтому я как бы планирую что-то но не знаю получится или нет вообще запланировано завтра ну поскольку мне сказали что у меня выходной как будто бы вот запланирована встреча с друзьями с приятелями куда-нибудь поедем съездим денег погуляем вы поедете конечно со мной куда я без вас я уже даже не представляю как я вообще без вас нет всегда вот вы меня каждое утро я выставляю свое видео открываю доступ там в 9 15 вот и вы я знаю что вы ждете мои видео и я не могу без вас уже без этих видео именно нравится общение и обратная связь и вообще мне очень приятно что вы со мной надеюсь что вам приятно что я друг другу наговорили комплиментов вот такие мы ладно давайте я буду прощаться с вами надо еще эти краски все убрать и досмотрю сегодня серию еще одну и наверное лягу спать с вами увижусь уже завтра как я сказала вот всем пока пока так и Продолжение следует...